Вальс и полька в сопровождении симфонического оркестра, дамы в роскошных платьях и кавалеры в нарядных фраках. В Запорожье прошел ежегодный Александровский бал. Весь вечер в ДК Шевченко играла живая музыка, а нарядные пары кружились в танце. Торжество организаторы традиционно приурочили ко дню православной молодежи. На балу побывали и наши журналисты. Вернуться на несколько веков назад, чтобы воссоздать атмосферу старинного светского торжества. Такой целью задались организаторы Александровского бала-2016. Как отмечают в Запорожской епархии, главная задача мероприятия – привить девушкам и парням хороший вкус и научить премудростям этикета, а еще приобщить молодежь к доброму и вечному. Мне бы хотелось очень, чтобы этот бал действительно стал благотворительным, но в каком плане? Чтобы он зажег вот эта искра благотворительности, которая делается для вас, она могла зажечь в вашем сердце хотя бы маленький огонек. Не о костер, не пламя, хотя бы свечку благотворительности, чтобы от нее могли зажечь остальные. В свое пламя любви и милосердия, сострадания. Александровский бал уже стал для Запорожья доброй традицией. Но на этот раз впервые в торжестве приняли участие не только юноши и девушки, но и дети. В свет вышли совсем юные танцоры. Многим из них едва исполнилось шесть. Мне нравится, что все вот эти деньги радуются. Можно пойти с кем-нибудь потанцевать, что-нибудь купить, поделиться радостью с другими. Лично мне этот праздник очень нравится. Мы впервые попали на бал и, знаете, мы в восторге. Во-первых, потому что здесь весело, здесь здорово, здесь много людей, здесь чудесно. Я считаю, что мы каждый день служим, мы каждый день молимся, мы каждый день пытаемся делать добрые дела, но и должно быть время для праздника и отдыха. И сегодня мы будем отдыхать. На балу играл детско-юношеский симфонический оркестр Запорожской епархии. Выступали артисты и певцы, а театр мод представил коллекцию вечерних платьев. Гости праздника могли не только вдоволь натанцеваться, но и поучаствовать в различных мастер-классах, а также запечатлеть свой выход в свет в ретро-фотоателье.